Итак, у нас случился засор И что же нам делать? Конечно, вы скажете, нам нужен крот Ну а если его дома нет, что делать? Не бежать же в магазин? А бывает так, что в ближайшем магазине нет этого средства Посмотрим, главным компонентом является гидроксид натрия Это щелочь Можно, конечно, сделать раствор щелочи дома и залить его в трубу Но что делать, если и щелочи нет? Тогда нам поможет питьевая сода Раствор соды имеет щелочную реакцию Но если прокалить ее на сковородке, она будет гораздо более активна И будет способна справиться с вашим засором Итак, откроем наше средство магазинное Я его еще не открывал И замерим уровень pH Нужно, чтобы тестер немножко постоял в растворе И мы увидим результат Так, 11,5 Это очень крепкий щелочной раствор Попробуем приготовить что-нибудь похожее из соды Минимальное количество крота, как написано на упаковке Это 200 мл Так что приготовим такое же количество нашего раствора Для этого нам потребуется 150 г соды на 200 мл воды Сейчас мы попробуем отмерить это в столовых ложках 33 грамма 63 98 130 Ну, как-то так То есть, вы поняли, в одной столовой ложке чуть-чуть больше 30 г То есть, 5 ложек полных с горкой на 200 мл воды Теперь нам нужно ее прокалить на сковородке Питьевая сода Это гидрокарбонат натрия При нагревании свыше 60 градусов Он разлагается на карбонат натрия, воду и углекислый газ Самое активное разложение идет при температуре 200 градусов Прошло 15 минут И, как вы можете заметить, наша сода приобрела большую сыпучесть Выделение углекислого газа прекратилось Раньше при помешивании выделялся такой небольшой порог Сейчас его практически нету Так что можно снимать со дня И нужно дать немножко остыть этому порошку Потому что, если мы добавим воду сейчас Она моментально вскипит Обрызгает нас и оставит серьезные ожоги Оставим это буквально на 10 минут Наш порошок немножко остыл Прошло время Теперь можно добавлять воду Карбонат натрия должен либо полностью раствориться Либо оставить небольшой осадочек Так Помешиваем, помешиваем Ну вот, практически все растворилось Остались какие-то небольшие крупицы Которые не хотят дальше растворяться Ладно, переливаем это все В наш стаканчик Вот такая вот жидкость получилась Сейчас померяем ее уровень pH Ну и посмотрим, насколько он отличается от крота Дадим немножко постоять Одиннадцать 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 То есть отличается, ну незначительно Всего лишь на половинку У крота pH одиннадцать с половиной Так что разница не очень большая И можно избавиться от засора Вот этим вот раствором Заливаем его так же, как В инструкции с кротом На час, на два В трубу А потом промываем Большим количеством воды Вот так вот Всем спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь До свидания